Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. В эфире Вести в студии Олесикаряк. Здравствуйте. Для начала коротко о главных событиях в стране и мире. Эпидемиологическое расследование в коммуне Тагатина. Специалисты устанавливают причины отравления 10 школьников. Власти научат прислушиваться к пожеланиям простых граждан. Международные эксперты запустили проект, посвященный этой цели. Помните о своих правах, но не забывайте об обязанностях. Глава генинспектората опубликовал ролик для автолюбителей. Британские медики сообщили о втором в истории случае излечения от ВЕЧ с помощью пересадки костного мозга. Юбилей сегодня отмечает Михаил Жванецкий, знаменитому писателю-сатирику в 85. А теперь все это и многое другое подробно. Качество питания в столичных школах и детсадах вызывает у родителей немало сомнений. Многие признаются, что предпочитают давать ребенку домашнюю еду с собой или снабжают деньгами на покупку продуктов в уличных ларьках. По словам родителей, питание в школах небогато витаминами, к тому же готовится в условиях, далеко не всегда соответствующих санитарным нормам. Питание по качеству даже ниже среднего. Я бы хотела, чтобы еда была лучше. Все-таки это дети, молодое поколение, и мы должны растить их здоровыми. Поэтому следует более серьезно подходить к этому вопросу. А в случае нарушений, виновных должны строго наказывать. Родители школьников рассказывают, что начинают утро с упаковки домашней еды или вручения ребенку денег на обед. Мамы заверяют, что так чувствуют себя спокойнее. Лично я даю своему ребенку еду из дома. Желательно, чтобы рацион для школьников был правильнее, чем сейчас. Нужно меньше мучных изделий, меньше масла и больше фруктов. Еда в школах детям не нравится. Мой ребенок уже не питается в школе, а когда питался, практически ничего не ел. Сейчас он покупает что-то возле школы или в школьном буфете. Иногда берет еду из дома. Других родителей беспокоит финансовый вопрос. По их словам, ребенка дешевле кормить домашней пищей. Надо платить за питание, что в школах, что в детских садах. Поэтому я предпочитаю кормить домашним. Накануне 10 школьников в возрасте от 7 до 15 лет были доставлены в муниципальную инфекционную клиническую больницу с отравлением. По данным Минздрава, двое школьников находятся в реанимации. Их состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. У всех были отмечены приступы тошноты, диареи и повышенная температура. По предварительным данным, дети отравились после обеда в школьной столовой в коммуне Тагатина. Сейчас Национальное агентство общественного здоровья расследует обстоятельства происшествия. В мэрии коммуны заявили, что как только детям стало плохо, администрация среагировала без промедления. Администрация коммуны предприняла все необходимые меры с первой минуты. Мы сразу поставили в известность мэрию муниципи Кишинев. Мы отправили пробы в лабораторию, ждем результатов. Потом можно будет говорить о том, кто виноват и по какой причине это случилось. Проверки качества питания проводят в образовательных учреждениях столицы постоянно, заверили корреспондента РТР Молдова в столичном управлении образования. В ведомстве сообщили, что нарушений мало, а любые продукты питания подозрительного качества сразу же возвращают поставщику. Напомним, в 2016 году Национальный антикоррупционный центр раскрыл схему поставки некачественного и просроченного продовольствия в столичные школы и детсады. В нее были вовлечены сотрудники мэрии и экономические агенты. Тогда правительство поручило провести проверку качества и срока годности закупаемого провианта во всех образовательных учреждениях страны. И еще новости на социальную тему. Купить медицинский полис по льготной цене. Такую возможность получили патентообладатели и физические лица, работающие в сфере розничной торговли. Для них до 31 марта цена будет вдвое дешевле. Скидка составит 50 и 60 процентов соответственно. Об этом сообщает Государственная налоговая служба. Владельцы патентов смогут приобрести страховой медицинский полис за 2028 лев, а коммерсанты за 1622 лея. Оплатить его можно посредством банковской карты, платежного терминала, в почтовых и банковских отделениях или через правительственную систему электронных платежей. Налоговая служба напоминает, что в этом году стоимость полиса обязательного медицинского страхования сохранилась на прежнем уровне 4056 леев на человека. Перейдем к новостям политической жизни. Конституционный суд отклонил запрос кандидатов депутата от Демпартии Юрия Урзикова о пересчете голосов в одномандатном округе номер 4, это город Рыжканы. Решение было опубликовано на сайте ведомства. Согласно постановлению суда, Урзик, который баллотировался по этому округу, представил недостаточно доказательств неправильного подсчета голосов в Рыжканах. Решение Конституционного суда окончательное и обжалованию не подлежит. Напомним, в 4 округе на должность депутата претендовали 5 кандидатов. Победу одержал социалист Владимир Мездренко, набрав 42,97% голосов. За демократа Юрия Урзика проголосовали 42,3% избирателей. И о выборах лишь предстоящих. Дата проведения очередных местных выборов станет известна как минимум за два месяца до голосования. Ее назначит новый парламент. Об этом сообщила глава Центра избиркома Алина Русу. Она уточнила, что в национальном законодательстве не определен срок, который должен разграничивать общенациональные выборы, парламентские и местные. По правилам, дата должна быть установлена парламентом по меньшей мере за 60 дней до дня проведения выборов. Алина Русу подчеркнула, что местные выборы не могут быть организованы ранее 14 июня этого года, поскольку в этом случае местные избранники останутся без мандатов. К другим темам. Обеспечить диалог граждан Молдовы с властями и совместное планирование намерено Германское общество международного сотрудничества. Сегодня оно запустило проект под названием «Расширение прав и возможностей граждан в Республике Молдова». Жители страны хотят вовлечь в принятие решений на местном, региональном и национальном уровнях. Средства на реализацию проекта выдалит ЕС. Представитель делегации ЕС в Молдове Марко Геймер заявил, что многочисленные инвестиционные проекты ЕС, направленные на развитие инфраструктуры в Молдове, должны отвечать реальным потребностям граждан. По его словам, стартовавший проект позволит гражданскому обществу контролировать государственные органы власти и требовать от них подотчетности. Вы прекрасно знаете, какую важную роль Европейский Союз играет в вовлечении гражданского общества в различные проекты, направленные на развитие демократии страны в целом. Сейчас речь идет о вовлечении граждан в процесс мониторинга различных процессов. А чтобы быть уверенными в успехе этого проекта, мы приняли решение сотрудничать с нашими коллегами из Германии. Представители Германского общества международного сотрудничества отметили, что граждане СМИ, а также неправительственные организации, смогут вносить вклад в развитие общественной инфраструктуры, в область водоснабжения, санитарии, экологии, а также решать вопросы, связанные с тарифами на коммунальные услуги. Цель проекта заключается в расширении прав и возможностей граждан посредством конструктивного участия организаций гражданского общества в местных, региональных и национальных процессах принятия решений. Очень важно, чтобы горожане были вовлечены в этот процесс, чтобы гарантировать, что все принимаемые решения действительно отвечают нуждам народа. Как отмечают представители Германского общества международного сотрудничества, проект будет реализован в четырех регионах страны – Север, Центр-Юг и Атога-Гаузия до 2021 года. На его внедрение Европейский Союз выделит 5 миллионов евро, из которых почти 4 миллиона будет предоставлено в виде гранта. Валентина Статная, Сергей Леподат, Вести, Молдова. Продолжаем выпуск. Генеральный инспекторат полиции обязуется улучшить свою работу по защите персональных данных. Сегодня ведомство подписало соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией по защите неприкосновенности частной жизни. По словам главы генинспектората полиции Александру Пынзарь, сейчас ответственные ведомства могут обрабатывать личные данные с небольшими нарушениями. Сотрудничество полиции со специалистами в этой области позволит нашей стране продвинуться в плане соблюдения прав человека. Соглашение, подписанное с Ассоциацией по защите неприкосновенности частной жизни, позволит генеральному инспекторату полиции более эффективно работать с персональными данными, уверен глава ведомства Александру Пынзарь. Он добавил, что полиции, как подведомственной структуре Министерства внутренних дел, доступна информация личного характера обо всех гражданах Молдовы. Я вынужден признаться, что иногда личные данные обрабатываются с небольшими нарушениями. Поэтому мы выступили с инициативой заключить соглашение с Ассоциацией защиты персональных данных, чтобы изменить подход на более глобальный и охватить все аспекты, связанные с личной жизнью граждан. В Ассоциации по защите частной жизни говорят, что сейчас в эру цифровых технологий данные личного характера подвергаются серьезному риску. Поэтому для ведомств с доступом к такой информации пришла пора менять подход к защите частной жизни на более продвинутый. Молдова должна соответствовать требованиям и противостоять рискам, которым мы подвергаемся ежедневно. Я говорю о трансграничном обмене данными, о зарубежной правовой помощи, о краже личных данных или незаконном их использовании с целью получения выгоды. С целью улучшить обеспечение конфиденциальности информации, на прошлой неделе генеральный инспекторат подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным центром по защите личных данных. А следующая новость для аграриев. Не откладывать санитарную обработку садов рекомендуют эксперты садоводам юга страны. Они обращают внимание на то, что теплая погода установилась неделю назад, а в этих условиях ранние косточковые культуры просыпаются. В южных садах начали набухать почки на абрикосовых, персиковых и вишневых деревьях. Чтобы оградить культуры от патогенов, в ближайшие дни надо провести первое опрыскивание инсектицидами и фунгицидами. О других новостях расскажем далее в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Александр Тенаси считает непризнание выборов Конституционным судом маловероятным. На общественном телеканале бывший председатель этой судебной инстанции высказал мнение, что сюрпризов гражданам страны ожидать не стоит. По словам Тенаси, многое зависит от судебных решений относительно обжалования результатов выборов. КС предстоит решить, в какой мере нарушения могут повлиять на исход голосования. Через две недели рабочие приступят к ремонту 2600 км дорожного покрытия в рамках национальной программы «Хорошие дороги-2». Накануне премьер-министр Павел Филипп обсудил на заседании с ответственными лицами последнее приготовление к работам. Он подчеркнул значение этой программы и напомнил, что в этом году будет отремонтировано на 1000 км дорог больше, чем в прошлом. В столичном микрорайоне Рыжкановка на улице Матей-Басараб построят многофункциональный спортивный комплекс. Будут обустроены стадионы для футбола, волейбола и других спортивных направлений. Новость объявил председатель фракции ПСРМ в муниципальном совете Кишинева Ион Чебан. Власти непризнанной ПМР обсудили тему ремонта дорог и перспективы бетонирования. Этот метод на 40% дешевле асфальтирования. Затронули вопрос качества. Выяснилось, что забетонированные в прошлом году 11 тысяч квадратных метров дорог отлично перенесли зиму. Ям и ухабов на новом покрытии не появилось. К тому же бетон, смеси и все необходимое для работ закупаются в Приднестровье. В планах этого года забетонировать около 25 тысяч квадратных метров дорог. Молдавский теннисист Раду Албат покинул 52 место в еженедельном рейтинге ATP. Напомним, на высокой позиции он оказался после победы в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в одиночном разряде. Албат спустился на одну строчку вниз и занимает 53 место. Лучшей среди молдавских теннисисток по версии Женской теннисной ассоциации оказалась Александра Перпер. В турнирной таблице WTA она занимает 565 место. Продолжаем выпуск. Граждане Молдовы по-прежнему предпочитают наличку банковским картам. Эксперт Института развития и социальных инициатив ВИТОРЛ Вячеслав Айнице сообщил, что 94% покупок житель нашей страны совершает за живые деньги. Это при том, что молдаване получают на карточку 43% дохода. Это зарплаты, пенсии и пособия. Остальная часть заработка получена от обмена валюты, частично это зарплаты, выручка от продажи фруктов и овощей и доходы индивидуальных предпринимателей. В Институте считают, что в ближайшие 4 года доход, полученный на банковские карты, превысит выплаченной наличкой. В 2018-м молдаване получили на карточке около 52 миллиардов леев. Однако 45 из них, это около 86%, сняли, чтобы расплачиваться наличкой. Посредством безналичного расчета были оплачены покупки лишь на 7 миллиардов леев. Это всего 6% от объема всех покупок, который составил 120 миллиардов леев. Тем не менее, каждые 2 года объем приобретений при помощи карты удваивается. А далее снова вернемся к деятельности полиции. Как себя вести, если остановил патрульный инспектор? В какой ситуации водитель прав? Какие у него обязанности? И что он может потребовать от представителя закона? Напомнить об этом автовладельцем решил сам глава генерального инспектората полиции Александр Пунзарь. Он опубликовал видеоролик в социальных сетях. Начальник генинспектората полиции Александр Пунзарь напомнил, что первым делом инспектор обязан назвать свое имя и фамилию, предъявить служебное удостоверение и объяснить причину остановки. Его действия будут законны лишь в случае превышения скорости, неадекватного вождения, видимых последствий аварий на автомобиле и так далее. При этом инспектор не обязан показывать сертификат о прохождении метрологической проверки радара, а также путевой лист. По просьбе инспектора водитель обязан предъявить права, техпаспорт, страховку, товарно-транспортные документы, в которых указаны вид и масса перевозимого груза, если таковой имеется. Впрочем, как выяснилось, автолюбители и сами на отлично знают свои права. Я знаю, что я должен предъявить мои бумаги на машину, страховку, зеленую карту, права и так далее. Я не прав и потребую документы в том случае, если же я нарушил. Если же я не нарушил, они без объявления по причине меня, я даже могу не предоставить документы. А на практике так происходит? В последнее время, да, хорошие стали, полицейские, грамотные на самом деле. Нашлись и такие автолюбители, которым редко или вовсе не приходилось общаться с патрульными инспекторами. Я не нарушаю, они меня не останавливают. У меня опыт уже 30 лет за рулем и ни одного очка не имею. За мою практику вождения останавливали всего два раза и два раза отпускали с вежливой улыбкой. Во-первых, лучше не нарушать, чтобы не останавливали, а так лично у меня не было проблем доходить до того, чтобы как-то вот разбираться. Александр Панзарь напоминает, что даже если сотрудник полиции составил протокол, его можно опротестовать в судебном порядке. Но в случае неподчинения законным требованиям инспектора водитель рискует штрафом и лишением прав сроком до трех лет. И еще о том, что законы лучше не нарушать, чем потом за это расплачиваться. В преддверии Международного женского дня Государственная налоговая служба объявила о том, что будет контролировать работу торговцев цветами. С сегодняшнего дня по всей стране за продажей букетов наблюдают более 40 постов. Налоговая необходимость проверок объяснили тем, что в праздничный период, когда цветы пользуются повышенным спросом, увеличивается и риск налоговых нарушений. Нередко ради занижения доходов цветочники не пользуются кассовым аппаратом. Ведомство рекомендует налогоплательщикам соблюдать действующее законодательство, а покупателям требовать чек. Напомним, что налоговые посты также действовали в период с 13 по 15 февраля. Тогда, благодаря отслеживанию работы торговцев цветами, было выбито чеков почти на 2 миллиона лев. Размер этого дохода оказался на 263% выше, чем за тот же период в прошлом году, когда постов еще не было. В эфире Вести мы продолжаем говорить о главных событиях дня и далее перейдем к основным новостям из-за рубежа. Британские медики сообщили о втором в истории случае излечения от ВИЧ с помощью пересадки костного мозга. Пациент был болен на протяжении 15 лет. Затем у него нашли еще и злокачественную опухоль. И тогда он решился на пересадку стволовых клеток от донора с иммунитетом к ВИЧ. В Лондоне пока не называют имя спасенного пациента. Известно, что это мужчина, который еще в 2003 году заразился ВИЧ-инфекцией. К тому же у него была обнаружена агрессивная форма рака крови. Три года назад врачи пересадили ему стволовые клетки костного мозга. У пациента четвертая стадия рака, которая крайне сложно поддается лечению. К тому же из-за его ВИЧ-инфекции нам пришлось искать донора клеток. Мы провели всемирный поиск и нашли всего несколько подходящих кандидатов. Результаты оказались сенсационными. Уже через год после операции вирус у пациента исчез. В мире до сих пор был известен лишь один случай полного излечения от ВИЧ. В 2008 году американцу Тимоти Брауну в Берлине также пересадили стволовые клетки костного мозга. Я бы хотел, очень хотел встретиться с лондонским пациентом. Я бы ему сказал, не торопись, обнародуй свое имя, когда захочешь и когда сам будешь к этому готов. По мнению ученых, важно то, что лондонский эксперимент подтверждает результаты, проведенные ранее в Берлине операции, и впереди создание новых генных терапий. Ученые говорят сегодня о глобальной пандемии вируса СПИДа. В мире насчитывается около 40 миллионов человек, зараженных ВИЧ-инфекцией. И еще новости из Британии. В Лондоне прошлым вечером были обнаружены три пакета со взрывными устройствами. Предполагается, что они могут быть как-то связаны с одной из республиканских группировок Ирландии. Ранее стало известно, что все три пакета были посланы из Дублина и на всех наклеены ирландские почтовые марки. Официально эта информация пока не комментируется, но еще накануне вечером сообщалось, что полиция Ирландии расследует инцидент совместно с антитеррористическим подразделением Скотланд-Ярта. За последние два месяца ирландские правоохранители обнаружили несколько тайников с оружием и взрывчаткой в приграничном Северной Ирландии лесу. Как полагает криминалист Грэм Уэттон, схожие ситуации были и 20 лет назад, когда в Лондоне были обнаружены взрывные устройства, начиненные гвоздями. Эта версия вполне может иметь право на существование. Это может быть один человек или небольшая группа людей. Уже было заявлено теми, кто ведет расследование, что они сами рассматривают это как серию инцидентов, поскольку посылки выглядели практически идентично, тем более, что адрес был написан от руки, так что какие-то хорошие зацепки у полиции уже имеются. Ирландские правоохранители никак не комментируют работу своих британских коллег, но есть информация, что речь может идти в том числе и о радикалах, действующих в стране, которые с приближением Брексита попытались таким образом заявить о себе. В конце января в Лондон-Дерри были задержаны 4 человека, отколовшиеся от ИРА. Они, как предполагается, планировали подорвать здание суда. Правоохранителям удалось предотвратить этот теракт. Другим темам на международной арене. Президент США Дональд Трамп намерен лишить Индию и Турцию торговых льгот в рамках генеральной системы преференций. Соответствующее уведомление он направил в Конгресс. В официальном заявлении поясняется, что исключение Индии из ГСП следует из-за ее неспособности предоставить США гарантии обеспечения справедливого и разумного доступа к своим рынкам. А выход Турции объясняется значительным экономическим развитием. Комментируя очередную инициативу Белого дома, первый замминистра торговли и промышленности Индии Ануб Бадхаван заявил, наши доходы от генеральной системы преференций составляли до сих пор 190 миллионов при объеме торговли в 5,5 миллиардов долларов. Так что в абсолютной и относительной перспективе последствия этого шага весьма умеренные, если не сказать минимальные. В Анкаре же в ответ на решение Трампа заявили, что оно негативно скажется на малом и среднем бизнесе в самих Соединенных Штатах. Как пояснила министр торговли Рухсан Пикджан, данное решение противоречит общей цели по достижению уровня товарооборота в размере 75 миллиардов долларов. В 2018 году Турецкая Республика по уровню экспорта продукции в США заняла пятое место. По мнению аналитиков, Дональд Трамп намерен и дальше применять метод жесткого противостояния в экономической и торговой областях, опробованные на Китае. Еще о новостях из-за океана. Экс-кандидат в президенты США Хилари Клинтон заявила, что не будет участвовать в президентских выборах 2020 года, но и из политики не уйдет. Баллотироваться не буду, но намерена продолжать сработать и отстаивать то, во что верю, заявила Клинтон. Отказался от участия в следующих выборах и бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг. Он написал об этом в своем твиттере, сообщив, что помимо высшей чести быть президентом, есть еще и высший долг быть гражданином и помогать стране становиться лучше. Что касается решения Клинтон, то на него уже отреагировал и ее бывший соперник по президентской гонке. «Жаль, это значит, мне не доведется соревноваться с ней снова. Ее будет очень не хватать», сообщил действующий президент США Дональд Трамп. Продолжаем обзор событий в мире. Алжира хватили массовые акции протеста против действующего президента страны, 82-летнего Абдель Азиза Бутыфлика. Против его в движении на пятый срок выступают студенты и школьники. Они бойкотируют занятия и перекрывают улицы. Пока манифестации мирные, но на всякий случай в боевую готовность приведены спецотряды полиции. При этом сам Бутыфлика сейчас не в Алжире. В последнее время он передвигается в инвалидном кресле. Еще в конце января он улетел в Швейцарию для плановой диспансеризации и до сих пор находится на лечении в университетской клинике Женева. А на севере Испании бушуют лесные пожары. Огнем охвачены обширные территории сразу в трех курортных регионах – Астурии, Кантабрии и стране Басков. В борьбе со стихией участвуют сотни пожарных и добровольцев. К ним также подключились военные. Их задачи усложняют сильный ветер и отсутствие дождей. В некоторых местах пламя вплотную приблизилось к дорогам. От пожаров пострадали линии электропередач, без света остались несколько населенных пунктов. А далее новость праздничная. Юбилей сегодня отмечает всеми любимый Михаил Живанецкий – знаменитому писателю-сатирику в 85. Оригинальную манеру и необычную интонацию Живанецкого знает каждый. Его искрометный юмор привлекает глубиной и интеллигентностью. А монологи артиста давно разобрали на цитаты. В одном из давних монологов Живанецкий мечтает отменить время, собрать все часы и спрятать, чтобы осталось только одно – сейчас. Я очень люблю разговаривать с населением. Меня слышно и видно, что еще осталось. По сути, неважно, со сцены ли, или из магнитофона в плацкарте, или из открытого окна на втором этаже, на весь двор он произносит пароли, которые почему-то известны миллионам. И по реакции понимаешь – свой или чужой. А портфель всегда старый, в нем всегда новые кодовые слова. И момент распознавания происходит в ту самую паузу между точкой автора и смехом. Одесский порт, хран и уголь, ленд-лизовские пароходы. У механика Живанецкого зарплата 89 рублей. Друзья Карцев и Ильченко уехали в Ленинград покорять эстраду, прихватив несколько листков миниатюр. Карцев пишет из Питера, а Райкин хочет еще текстов. Господи, я стал получать авторские, примерно рублей 150-180 авторских. За один монолог. Но во всяком случае, я подумал, что же я, что же я, кто же я, что же я такой идиот. В греческом зале, в греческом зале. Как вам не стыдно, как вам не стыдно. С тех пор несколько поколений общаются с помощью этих кодовых слов Живанецкого с улыбочкой и с прищуром. Но у нас с собой было. Мы в палате приспособились. Кипятильничек, плиточка, концентратик гороховый. Нормально, говорю, Григорий. Отлично, Казантин. А теперь нью-йоркские таксисты кричат через весь Брайтон «Миша, дорогой, куда отвезти?» Все-таки Михаилу Михайловичу удалось спрятать часы. Таковы вести к этому часу. С вами была Олеся Кайряк. Оставайтесь и далее на нашем канале. И до встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения.